Добрый день! Сегодня мы продолжаем говорить о глаголе to be и остановимся мы на его форме будущего времени в вопросительных предложениях. Основное значение глагола to be еще раз напоминаю быть, находиться, являться. Когда мы начинали говорить о глаголе to be в будущем времени, мы разобрали его формы в утверждениях и отрицаниях. И что было самым приятным, так это единая его форма, кто бы не выполнял действия. I will use it или he, she, it. Это было will be для утверждений и will not be для отрицаний. Например, I will be very patient with you. Я буду очень терпеливой с тобой. Или they will not be so brave next time. Они не будут такими смелыми в следующий раз. Сегодня же мы поговорим о глаголе to be тоже в будущем времени, но уже в вопросительных предложениях. Обратимся к нашей таблице, где видим, что все местоимения опять же собраны в одну группу, что опять же подразумевает одну форму глагола to be для всех лиц и чисел в будущем времени, как это было для утверждений и для отрицаний. И в этом вся простота и удобство работы с глаголом to be. Как всегда, не забываем об указателях времени, которые относят действия к будущему. Например, tomorrow, завтра, next week, на следующей неделе. И можно с next построить еще несколько выражений. Например, next Sunday, next month, next year, или in a month, через месяц. И опять же, in two years, например, через два года, in three months, через три месяца, in a week, через неделю. И давайте теперь строить вопросы по таблице сверху вниз. Любой вопрос to be в будущем времени будет начинаться с will. Видите, что он в таблице стоит на первом месте. Выбираем, кто выполняет действия. Например, you. Дальше форма be для всех и заканчиваем предложение. Will you be intrigued next time? Вы будете заинтригованы в следующий раз? Подберем сразу ответ. Yes, I will. Or no, I will not. Ответ либо положительный, либо отрицательный. Или задаем вопрос she, она. Начинаем опять с will, дальше кому адресован вопрос и форма be. Заканчиваем предложение. Will she be a bit mysterious next weekend? Она будет слегка загадочна в следующие выходные? Yes, she will. Да будет. Will it be suspicious in a month? No, it will not. Это будет подозрительно через неделю? Нет, не будет. Подобные вопросы очень просты в образовании и ответе. Заметили, что нам достаточно просто сказать да или нет в ответ. Но иногда же мы хотим знать детали. Тогда можем спросить. Where will you be tomorrow? Где ты будешь завтра? Или when will he be here? Когда он будет здесь? То есть в начале вопросительного предложения перед will мы добавили вопросительное слово. Where, которое переводится как где, куда, откуда. Или when, когда. Можно еще why, почему. Например, why will he be so intrigued tomorrow? Почему он будет такой заинтригованный завтра? Because of a meeting with an interesting person. Здесь уже недостаточно просто сказать да или нет. Нужно больше информации. К подобным вопросам мы еще вернемся чуть позже. И тогда их рассмотрим более детально. На этом все на сегодня.